Ассоциация «Открытый музей» и «Красноярская киностудия» представляет Фильм кинокомпании «Сокрушительный офис Пикчерс» События, о которых пойдет речь в этом фильме, происходили в действительности много лет назад. То, что совсем недавно представлялось вымыслом, оказалось реальностью, и сегодня мы вынуждены пересмотреть наше отношение к изустным преданиям и сказкам. Благодаря современному анализу эволюции человеческого мозга, ученым удалось доказать, что большинство древних преданий не могли быть придуманы человеком. Если отвергнуть версию инопланетного происхождения, то это может означать только одно – эти истории происходили в действительности. Этим эпизодом мы начинаем серию научно-популярных фильмов о некоторых древних преданиях, подлинность которых установлена и подтверждена в Российской лаборатории достоверных источников. Лягушка – древняя земноводная, распространенная по территории почти всего земного шара. Наряду с мышами и крысами широко используется в лабораторных опытах. По переулкам бродит лето, солнце льется прямо с крыш. Как могло случиться так, что лягушка стала царевной? Это скользкое, холодное существо, по слухам порождающие бородавки. Тем не менее, однажды это случилось. Эти звезды, такими, какими мы их видим сейчас, являются ровесниками 13 века нашей эры. Они по-разному выглядят в различных диапазонах излучения, но нас привлекает в звездах другой аспект. Если предположить, что в районе этой галактики находится экран, способный отражать излучение Солнечной системы, то сегодня мы можем видеть в этом зеркале Землю такой, какой она была полторы тысячи лет назад. На этом принципе работает прибор-хроноскоп, созданный учеными в лаборатории достоверных источников. Примерно полторы тысячи лет назад на территории Древней Руси существовал обычай доверять судьбу своего брака полету стрелы. Юноши завязывали глаза, раскручивали его, чтобы избить ориентацию, и он выстреливал тупую стрелу в воздух. Девушка, поднявшая стрелу, становилась невестой. Согласно истории, описанной в сказке «Царевна-лягушка», Иванушка, третий и самый младший сын в семье, нашел свою стрелу в лапах болотной лягушки. И именно здесь начинается наше исследование. Исследование и анализ поступков героев этой истории, которые представляются бесценными для современной науки о человеке. Эти кадры были сняты в современной школе, в самом обычном классе. Идет урок права, и дети разбирают историю, случившуюся в конце 19 века с английскими моряками, потерпевшими кораблекрушение. Чтобы не умереть от истощения, эти моряки убили и съели обессилевшего юнгу, а после того, как их спасли, они сдались властям и рассказали о своем преступлении. Суд Англии, обычно выносивший смертный приговор за любое убийство, на этот раз оказался в трудном положении и под давлением общественности фактически оправдал моряков, присудив им по шесть месяцев в тюрьму. Как бы они поступили, если бы оказались на месте голодных моряков? Обратите внимание, как дети оттягивают момент, когда нужно произнести слова о том, что лучше умереть, чем съесть члена своего экипажа. Может было подождать, ведь он уже мог умереть, он уже был без сознания. Ведь, может быть, тогда было только съесть его. Когда кто-то умирает, это мясо уже непригодно. Я согласна с тем, что нельзя съедать, убивать вообще. Все в этом роде. Я не знаю, что я все. То есть убивать не надо было? Естественно, нет. То есть умирать так всем вместе, да? Не надо ждать до конца. Очень умирается. Так, Майна. Ну, я не знаю. Слушай, все сказали. Ну как? Ну я тоже считаю, что не надо было убивать. А что делать? Ну ловить рыбу. Как? В водке сидим. Нет ничего. Ну а терепаху же поймали. Терепаха большая. Вот успели ее там заламцевать и все поймали. Мне кажется, надо было подождать корабль и ничего. Ну это их проблемы. Представьте себя в головке. Ну я бы не смогла убить, а еще и съесть. А вот в коллективе выделился лидер. Потому что, смотрите, это получается та же самая ситуация, как с автобусом. Ждешь его, ждешь. Уже надоедать тебя ждать, ты уходишь. И вот пройдешь ты сто метров, и автобус подъезжает. И здесь сели то же самое. Они бы ждали, ждали. Ну корабль бы вряд ли просто приплыл. Не повезло бы. А тут они съели этого юнгу или кого-то. И все нормально. Корабль приплыл. Это не означает, что он действительно так поступит. Но ему важно бросить вызов общественному мнению. По какой причине, сейчас не важно. Поэтому нужно было им не шесть месяцев, но по крайней мере десять лет, чтобы они хорошо подумали, что они сделали. Я считаю, что если бы съели там моего друга или подругу, то я бы действительно стала на сторону защиты этого юнги. И что я не вижу даже никаких смягчающих обстоятельств, потому что самое главное в этой ситуации было оставаться людьми. Что вот не терять рассудка, не терять разума. И не пускаться в крайности. Поэтому лучше бы подождали. Все равно корабль же пришел и умер бы он своей смертью. Но они бы потом не жили всю жизнь с таким вот чувством. Все равно им бы потом в жизни было плохо. Теперь, когда мы освежили представление о современном мире, есть возможность более полно и наглядно оценить поступки героев нашей истории. Интересно, смог бы кто-нибудь из них на месте Иванушки принести в дом лягушку и сказать, что она его суженная? Иванушка остался один на один с говорящей лягушкой, а отец устраивает состязание своим невесткам, которых у него еще две. Два брата Иванушки вполне успешно добыли своими стрелами двух девушек. Утро вечера мудренее, говорит лягушка своему Иванушке, когда он рассказывает ей об условиях состязания. Ночью происходит чудо. Лягушка скидывает кожу и обращается Василисой Прекрасной. Из-под ее рук выходит полотно и хлеб, которые отец Иванушки признает лучшими. Когда пришло время представить лягушку на перу, она говорит Иванушке, «Не кручинься, Иван-царевич, ступай один, а как услышишь гром и почувствуешь, что земля трясется, то не пугайся, а скажи гостям, эта моя лягушонка в коробчонке скачет». Здесь мы вплотную подходим к чуду превращения. Скорее всего, первые два ночных превращения относятся к более поздним вставкам в текст сказки. Даже есть специальные указания на то, что лягушка не сама откала и готовила, а призывала нянек-мамок. То есть, собственно, никто и не видел, чтобы лягушка превращалась в девушку. На третий раз все происходит совсем не так. Во всех версиях сказки зафиксирован этот гром и землетрясение, предшествующие появлению Василисы на Перу среди множества свидетелей. У нас есть все основания предполагать, что мы имеем дело лишь с одним превращением. Ну, действительно, дефект масс между самой крупной лягушкой и самой маленькой девушкой на выданье составляет не менее 40 килограмм. Полная энергия вещества, согласно Эйнштейновской формуле, Е равна МС квадрат. То есть, из окружающей среды должно быть привлечено столько энергии, сколько достаточно для образования лишних 40 килограмм живого веса. Это гигантская энергия. Если бы превращение происходило по законам ядерной физики, то наша Земля превратилась бы в ледяную пустыню, причем некоторые из морей промерзли бы до самого дна. И все же более наглядно обратная операция. Девушка превращается в лягушку. Исчезает 40 килограмм, что эквивалентно ангеляционному взрыву мощностью 400 миллиардов мегатонн. Но представьте, на каждого сегодняшнего жителя Земли упало 66 атомных бомб, мощность каждой из которых в 50 раз больше, чем той, которая упала на Хиросиму. Безусловно, древняя магия пользовалась иными приемами, не столь разрушительными. А этот расчет мы представили с одной целью. Показать, что так или иначе подобного рода превращения связаны со значительными перетеканиями энергий. Отсюда могли возникнуть гром и землетрясение, предшествующие появлению Василисы Прекрасной в образе девушки. Василиса поразила всех своей красотой и в первую очередь Иванушку. Он бросил все, прибежал домой и сжег лягушачью кожу, в которую облачалась Василиса. Здесь следует отметить, что он совершенно точно знал, что нужно найти и сжечь. Последствия были ужасны. Иванушка нарушил ход магических событий, в которых ничего не понимал. Василиса успела только сказать «Ищи меня в тридевятом царстве» у Кощея Бессмертного и исчезла, практически мгновенно переместившись на значительное расстояние. Конечно, современная физика запрещает подобные перемещения. Но такое явление, как называемые фантастики телепортации, известно достаточно давно. Когда наши коллеги, которых мы называем каноническими, говорят о нашем легкомыслии, то мы в ответ приводим им пример, специально разработанный для подобных дискуссий. Представьте себе, что мы можем легко нарушить закон сохранения импульса, который гласит, что система не может перемещаться без воздействия внешних сил. На данной схеме представлен космический корабль, находящийся в невесомости, к корпусу которого прикреплена пушка. Корабль находится далеко от всех источников тяготения. Пушка отстреливает шарик. И мы получаем схему движения корабля и шарика. Если запретить выход этого шарика за пределы корабля, то нам нужно погасить его первоначальный импульс, для того, чтобы система двигалась. Мы можем поставить на пути этого шарика два других, и после соударения импульс передается через них дальше. Таким образом, мы видим по схеме, что постепенно, с течением времени первоначальное направление импульса рассеивается, тогда как его модуль остается неизменным. Таким образом, несмотря на то, что в каждом конкретном случае закон сохранения импульса сохраняется, в целом, для системы, мы наблюдаем печальную картину, рушащую классическую механику. потому что при релаксации этой системы мы можем добиться ситуации, когда корабль будет двигаться без приложения внешних сил и без потери массы. Тридевятое царство, которое многие исследователи ассоциируют с загробным миром, вряд ли является таковым на самом деле. Ни в одной традиции число 27, которое и есть 3 по 9, ни прямо, ни косвенно, не связано ни с чем подобным. То, что во многих сказках повторяется некое Тридевятое царство, говорит лишь о том, что действительно существовала страна чародеев, из которой исходили многие чудеса и угрозы. Некоторые измерения позволяют предположить, что при движении на восток области Тридевятого царства соответствуют положению современного Красноярска или его окрестностей. Остальные направления можно считать менее вероятными, поскольку природа и климат Тридевятого царства по своим описаниям довольно близки именно Сибири, но никак не Португалии, которая попадает в поиск Тридевятого царства при движении на Запад. К сожалению, ни в одной сказке нет сколько-нибудь точного описания этой страны и местоположения ее столицы, поэтому невозможно последовать примеру Шлимана, открывшему Трою для современного мира. К сожалению, приходится констатировать, что снимки хроноскопа позволяют делать лишь очень приблизительные выводы. Поэтому мы используем не совсем научные методы. Мы пытаемся установить место расположения страны чародеев, применяя так называемые спиритические сеансы. Для диалога мы используем старые телевизоры, потому что по завершении сеанса взрывается кинескоп монитора. Научная суть этого явления не установлена, но на практике это происходит именно так. Основные трудности при диалоге возникают из-за того, что нет общих названий и карт, и поэтому бывает трудно привязаться к местности. Внимание! Начинаем контакт. Вызываю объект А, Д, 0,1,3,9,12. Контакт установлен. Объект вызывает запах дрожжей. Установить. Запах дрожжей установлен. Включить трансляцию. Включаю. Состояние контакта. Контакт прерван. Причина наличия посторонних. Иванушка отправляется в путь, не имея представления о том, куда ему следует идти. Поэтому он пользуется весьма своеобразной логикой. Древняя Русь называлась Гордарикой. Это была страна городов и рек. В те далекие времена, когда на западе царил мрак, раннего средневековья, во всей Европе, исключая Италию и Византию, насчитывалось два десятка городов. В Гордарике их было не менее четырех сот. И все они были связаны речными путями. Страну окружал дремучий-дремучий лес, пути которого были неисповедимы. Именно этот путь и выбирает Иванушка. Он вступает под сень древнего леса, который в те времена простирался от Атлантики до Тихого океана. Его логика проста. Раз надо найти неизвестное, то идти нужно в неизвестное. А таким путем был дремучий-дремучий лес. Он идет один. Какое оружие есть у Иванушки, чтобы придать ему уверенность? В истории не упоминается никакого особенного оружия или средства. Значит, речь может идти только о внутренней силе героя. И такая сила была. В те далекие времена ее называли «правда». Много позже описываемых событий при князе Ярославе Мудром ее даже зафиксировали в письменном источнике в своде судебных правил «Русская правда». Содержание этого документа вызывает в современном мире содрогание, как пример дикости и варварства. В Древней Руси был очень простой суд. Подозреваемому клали в ладонь раскаленный камень. Если он не оставлял ожога, то человек считался оправданным. Дикость. Однако совершенно очевидно, что такой суд не мог существовать как минимум тысячелетия, если бы он не был действенным. Понятно, что в современном обществе при таком способе определения виновности был бы гарантирован стопроцентный обвинительный приговор. Но общество Древней Руси было другим. Когда человек стоял за правду, ему были не страшны никакие раскаленные камни. Но если где-то в глубине души у него дрогнул нерв от того, что он солгал, то ожог был неизбежен. В современном мире этот принцип использует детектор лжи. То, что физиологически организм человека способен вынести огонь без повреждений, доказывают многие наши современники, когда ходят босыми ногами по раскаленным углям. Это правда внутренняя сила Иванушки и вела его в путь. Не отчаянно безнадежный, как может показаться многим, а с верой в победу. Кощей Бессмертный Кощей Бессмертный по свидетельству многих источников предстает перед нами как очень странный злодей. Кощей по-русски означало «тощий». В своей стороне Кощей власть держал крепко и кроваво, но над Гордарикой его мощь становилась тощей, и он был способен нанести только сравнительно мелкий вред, такой, как похищение невесты. Значительно более серьезную угрозу для Гордарики представляла тупая животная сила одного из последних драконов, трехголового мутанта из питомника Кощей Бессмертного. Этого змея называли Горыныч, то есть живущий в горе, но в этой истории он не упоминается. Не стоит забывать, что Кощей Бессмертный был первородный злодей, умеющий все предвидеть силой своего ума. Если вы помните, сердца у него не было. Точнее, сердце у него было, но как физиологический орган, как своеобразный насос, не более того. Кощей не умел предвидеть действия людей, населяющих Гордарику, ведь их поступки были всегда неадекватны с точки зрения рационального мышления, поэтому его чародейство в пределах этой страны выглядело достаточно тощим. Кощей хотел, если можно так выразиться, вычислить формулу любви, поэтому он похищал невест, следил за ними, следил за их женихами, как мы говорим сегодня, набирал статистику, чтобы потом обрушиться всей своей силой, всей своей мощью на Гордарику и покорить ее. В дремучем-дремучем лесу Иванушка встречает старичка-лесовичка, одного из тех странных существ, природа которых до сих пор не выяснена. В лаборатории достоверных источников утверждают, что ни одна из попыток вступить с ним в телепатический контакт не увенчалась успехом. Возможно, что они, производное подсознание человека, своеобразная тень подсознания, а не самостоятельный дух. Тем не менее, старичок подарил Иванушке путеводный клубок, который упорядочил его перемещение и привел к избушке на курьих ножках. На этом пути он совершает несколько поступков, которые в дальнейшем и обеспечили ему победу. Иванушка поочередно встречает в дремучем лесу медведя, селезня и зайца. Каждый раз он поднимает лук, чтобы добыть себе пропитание. Но каждый раз животные просят его не стрелять, и Иван-царевич раз за разом отпускает свой завтрак, обед и ужин. В довершении всего он находит на берегу щуку, которая просит Иванушку бросить ее в воду. Так наш герой остался и без ухи, зато приобрел друзей на земле, в небесах и на море. Долго ли, коротко ли шел Иванушка и привел его в волшебный клубок к лесной опушке, где стояла избушка на курьих ножках. Это наиболее часто упоминаемый в сказках объект исследований лаборатории достоверных источников. Знаменитый исследователь волшебной сказки Яков Проб утверждает, что избушка на курьих ножках это врата в царство мертвых, и с ним склонны соглашаться практически все толкователи литературного наследия. Обитательница этого домика, Баба Яга, единогласно трактуется как привратница загробного мира. Если это и так, то ее поведение выглядит очень странным, даже если рассматривать только литературные источники. Вряд ли привратница такого мира, как загробный, будет разъезжать в своей ступе туда и обратно, оставляя пост без присмотра. Одного факта свободного перемещения в пространстве, на что указывают единогласно все источники, вполне достаточно, чтобы утверждать, что Баба Яга никогда не была стражем врат загробного мира. Более того, она не имеет к ним никакого отношения. Это была своевольная особа, хозяйка дремучего леса, и рано или поздно тропы приводили к незаблудившимся путникам, о глупых и непослушных детей, которые совались в лес без родительского спроса. Старая ведьма могла зажарить и съесть. Однако, стоило человеку показать свою власть, потребовать баню, стол, отдых, как старуха тут же становилась покладистой и предоставляла все необходимое удобство. Из этого следует, что Баба Яга не являлась просто старой мощной колдунью из рода человеческого. Да, Баба Яга хозяйка дремучего леса. Человек более совершенное существо и она чувствует какую-то подчиненность. Но для этого человек должен быть достоин своего имени. Баба Яга благосклонна к отважным, смертельной для самонадеянных, трусливых. Но именно Баба Яга рассказывает Иванушке про Кащееву смерть. Здесь возникает целый ряд вопросов. Во-первых, внимание, как она смогла узнать тайну, которую так тщательно скрывал могучий чародей? Начинаем контакт. И во-вторых, почему она вдруг решила рассказать об этой тайне Иванушке, не имея в этом никакой корысти? Ну, действительно, если бы она держала зону Кащеева, наверное, нашла бы способ добыть его смертью. Тем не менее, случилось то, что случилось. Баба Яга знала и выдала Иванушке тайну Кащеева без смерти. Здесь завязан узел этой истории. Включите про Кащееву смерть после того, как узнает о похищении Василисы Прекрасной. Причина наличия столового. Дальнейшие события разворачиваются стремительно. Иванушка находит дуб, на котором стоит сундук, и его союзники медведь-заяц селезень и щука помогают ему добыть главное содержимое этого сундука иглу с Кащеевой смертью. Иванушка не задумывается, что у него в руках не только смерть Кащея, но и формула бессмертия. Он предстает перед Кащеем, чтобы лично убедиться в том, что злодей достоин смерти. Многие версии сказки опускают этот момент, но в действительности он имел место. Кащей пытался откупиться, предлагал горы сокровищ, тайну бессмертия и клялся в вечной дружбе, но Иванушку не заинтересовало ни одно из его предложений. Участь Кащея была предрешена, Иванушка сам оказался обладателем волшебной силы, иначе неминуемо был бы соблазнен и погублен. Выдержав этот соблазн, он победил. Он понял, что сильнее злодея и теперь получил моральное право сломать иглу. Так погибло царство Кащеева. Василиза и Иванушка вновь были вместе. В настоящий момент лаборатория достоверных источников закончила работу по подтверждению и уточнению текста предания. Сегодня русскую народную сказку царевна-лягушка можно официально считать историческим документом, в котором изложены реальные события. Теперь на заре нового тысячелетия ученые ставят перед собой более сложную задачу. Сказка заканчивается словами о том, что Иванушка и Василиса жили долго и счастливо. Никаких письменных источников об этой долгой и счастливой жизни не существует, что крайне затрудняет настройку хроноскопа. Тем не менее, ученые полны решимости раскрыть фактическую сторону этой жизни. Нам удалось теоретически обосновать исключения из закона увеличения энтропии и практически добиться ограниченной обратимости хаоса. Если наши гипотезы подтвердятся, то мы сможем в самое ближайшее время получать объективную информацию об исторических событиях давностью до 10 тысяч лет. Ну а заглянуть в прошлое дальше не позволяют даже самые смелые наши гипотезы. Солнце льется прямо с крыш В потоке солнечного света У киоска ты стоишь Блесят обложками журналы На них с восторгом смотришь Ты Ты В журналах увидала королеву красоты. А я одной тобой любуюсь, и сама не знаешь ты, Что красотой затвишь любую королеву красоты. И я иду к тебе навстречу, и я несу тебе цветы, Как единственной на свете королеве красоты. С тобою связан нагреть и я, ты в жизни счастье...